Всем привет дорогие друзья, с вами Gameplan, меня зовут Юрий Аксёнов и первая игра на сегодня называется Urban Skating Speed Rush и давайте посмотрим на этот симулятор скейтинга. Итак, здесь вам предлагается выбрать одного из трех персонажей. Это либо европеоидный чувак, либо же азиатская девушка, либо же негроидный пацаненок с номером 88, что как известно означает Хайль Гитлер. Не знаю почему ему 88 номер одели, но мы все-таки выберем первого, потому что по душе мне все-таки он. Не капля расизма, просто у него крутая кепочка. Ну что ж, погнали. У вас имеется джойстик в левой части экрана и кнопочка, которая позволяет вам отталкиваться. Есть также еще кнопочка прыжка для того, чтобы совершать безумные различные прыжки и получать за это различные награды и вознаграждения. Вы также можете прыгнуть еще на различные вот такие вот, как их правильно назвать, перилы и на них, так сказать, тоже делать трюки. Эй, чувак, чего же ты встал? Я застрял, такое здесь бывает. Ну, в общем, что сказать еще об этой игре. Игрушка сделана якобы чисто только под Самсунги, поэтому в Google Play Маркете, возможно, эта игра будет у вас не совсем совместима. Но ее можно найти на сторонних источниках и оттуда ее себе выкачать и поиграть. Игрушка, в принципе, внешне выглядит очень даже неплохо. Но вот что касается управления, то оно очень ужасное и не совсем удобно с помощью этого джойстика управлять своим персонажем. Даже, наверное, не то, что удобно, а чувствительности словно не хватает. И снова я врезался и не смог перепрыгнуть через эти вот грузовички. А есть вот такое вот ускорение. Это некий такой аркадный элемент, но лучше бы все-таки сделали акцент, наверное, на трюках, чем вот на такой вот чепухе, как супер-мега ускорение, которое вы можете собрать, едя по этой трассе. Вы, наверное, скажете, Юра, ты едешь просто ужасно. Но поверьте, ехать здесь лучше просто нереально. Проехать вам нужно два круга. Честно признаюсь, я еще не выдерживал такого наказания. И несмотря на всю красоту в игре, все-таки, наверное, она не совсем идеальная. И не знаю, будут ли в будущем обновления, которые сделают ее хотя бы более-менее играбельной. Но если вам интересна эта игра, скачайте, поиграйте. Может быть, у вас получится ездить намного лучше. Вторая игра называется Nimble Birds. И по стилистике она очень сильно похожа на Badlands. И давайте, собственно, посмотрим, что же здесь вам необходимо делать. Вам необходимо в роли черной птички, которая очень сильно похожа, наверное, на ежика из Badlands, вам необходимо пролетать кучу уровней, которые здесь имеются. Для того, чтобы лететь, вам необходимо тапать на экран. То есть небольшая такая, наверное, механика, заимствованная из Flappy Birds. Ваша задача не задевая препятствий пролететь всю трассу. И помимо вот таких вот ограничений по высоте и понижении полета, здесь будут различные вот такие вот подвижные препятствия, различные шестеренки, какие-то облачка. Но на пути вы также будете находить чекпоинт. Это пенечки, на которые вы сможете приземляться. Спасибо разработчикам, что такие ништячки все-таки сюда поместили. То есть вы можете начать с чекпоинта и продолжить пролетать данную трассу. Это повышает ваши шансы на прохождение, но и делает игрушку, наверное, несколько легче и, наверное, не такой хардкорной. Итак, мы отлогинили новый чекпоинт. Нам необходимо его купить за монетку. Давайте купим и полетим дальше. Совсем скоро мы долетим до зоны, где нам дают две звезды за прохождение данной миссии. И вот он, выход! Ура! Мы долетели... Ну, блин, мы же почти долетели до конца и в итоге растеряли все комочки энергии, которые и обеспечивают нам, оказывается, все звезды, которые мы получаем за прохождение игры. В принципе, неплохо реализована игра. Конечно же, идея слизана с Badlands, это обидно, но и с другой стороны это придает хотя бы... Да, блин, да что такое? Это придает хотя бы какой-то ностальгический, наверное, момент этой игре. Потому что, когда вы играете, вы вспоминаете про Badlands, про то, как вы там играли в роли черных маленьких ежиков. Есть миссия пройдена, и на этой прекрасной ноте мы переходим к третьей игре. Она называется Neonize, и в этой игре вам необходимо будет попадать по танчикам, которые будут выезжать на вас с четырех сторон. Вам, то есть, необходимо просто нажимать на одну из четырех кнопок в тот момент, когда танки будут ехать на вас. И все это якобы должно совпадать с ритмом музыки, который играет на фоне. В принципе, достаточно яркая такая игрушка. Постепенно она усложняется, на вас танки едут все быстрее, их становится все больше. И со временем вы будете не успевать отбиваться от всех противников, которые на вас будут наступать. Вот такая вот веселенькая неоновая игрушка. Наверное, рассказывать о ней много не стоит, потому что она очень простая, очень понятная. И, возможно, понравится тем, кто любит различные ритмы игры и неоновые игры. Последняя игра называется Zomball. В этой игре присутствуют три режима игры. Классический, аркадный и режим на время. Давайте посмотрим на каждый из них. Выбираем классический режим. Давайте нажмем рестарт. И какая ваша задача? Ваша задача набивать одного зомби, точнее одну голову зомби, другой головой зомби и набрать как можно больше очков. В этом, собственно, и заключается смысл игры. А что у нас в аркадном режиме? Здесь точно так же вам необходимо набивать голову. И отличий, в принципе, я не обнаружил. А вот режим классический, который я сейчас вам покажу. Давайте проиграем. Покинем. Точнее, не классический, а режим на время. Здесь у вас имеется 30 секунд, и за эти 30 секунд вам необходимо набить голову зомби как можно больше раз. И при этом еще какая здесь есть фишка? Фишка в том, что зомби не может вылететь, как в других режимах, за пределы экрана. То есть он отскакивает от стенки экрана и дальше летит снова вниз, и вам необходимо его набивать. Наверное, в этом режиме даже полегче играть, но он ограничен по времени. И поэтому вам необходимо набить его как можно больше раз, пока время ваше не истечет. Ну что ж, на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока и до новых встреч!